Привет, дорогие друзья! Я сейчас вам покажу свои покупочки и так далее. Да, вот это мой кофе с молоком. По кофейку девочки, мальчики. О боже, чуть белки нос не отбила. Вот что такое объектив. Но не отбила, всё в порядке. Так. Итак, что же я купила? Купила я крем для ступней. Вот такой вот крем для ступней. Такой небольшой тюбик, очень дёшево. Дальше. Купила я себе, это пион или роза, я что-то не пойму, мицеллярную водичку. Давно хотела купить мицеллярную водичку. Сто лет назад у меня она закончилась. И всё как-то не доходили руки. Купила я такую мицеллярную водичку. А потом захожу в магазин, а там по акции вот такая ещё мицеллярная водичка. Вот. И я, конечно же, не устояла. Она вообще там, я не знаю, процентов 80. Скидка была на неё. Я не знаю, чем это вызвано. Но вот так мне повезло. Их оставалось две. Одна поломанная была, а эта целая. Ну вот так вот хорошо. И получилось, что у меня теперь две мицеллярных водички. И вот крем. Вот это мой шоппинг. Совершила я его дня три назад. И очень осталась довольна. Так, здесь мои самые популярные нынче духи. Елисейские поля. Наливные, разливные, да. И Today. И Today от Avon. Вот эти ароматы. Этой зимой я использую чаще всего. Чаще всего. Время уже, видите. И я в три часа пойду на прогулочку. Ну вот такие покупочки незамысловатые. Но очень нужные. Действительно, не могу пройти мимо акционных товаров. Ну вот шопа-гаризм всё-таки даёт о себе знать. А я почему в наушниках? Я... У меня там лёгкая музыка. Которая... Ну, в общем, она делает очень приятным настроение дня. А я собираюсь вообще-то на прогулку опять. В общем, хотела я поехать в центр. Ну, не знаю. Ну, почему-то всё-таки думаю, ну что, ну приеду я в центр. Не тянет. Я не знаю, почему меня не тянет, но не тянет. Может, лесной потянет. Сейчас не тянет. Хочу опять пойти в парк. Вот это, девочки, шкварки. Что такое шкварки, кто не знает. Это свиное сало. Мелкое свиное сало. Растопленное и прожаренное на сковородке. Вот это шкварки. Я очень люблю шкварки. Я вообще очень люблю свинину. И вот сейчас вот на этих шкварках в данный момент я буду жарить картошечку. Ну, вообще-то это не картошка, девочки, жареная. Это жареные макароны. У меня, я сварила позавчера макарончики. Я люблю мучное, да пожирнее. Это я очень люблю. И я подумала, хочу макарончиков больше, чем картошечки. И сделала себе вот такие вот макарончики, жареные на свином сале, шкварках. Ну, вот как-то так. Ну, сейчас уже, девочки, сейчас я вам скажу. 12 часов ровно. Ровно 12 часов. Я еще ничего не ела, но выпила 2 чашки кофе с молоком еще с утра. Ну, с утра, утром у меня началось с 10 часов, потому что я проснулась в 10. Вот, а к макарончикам у меня вот такая чашечка куриного бульончика. Надо бы, конечно, еще квашеной капусточки, но я не знаю, хочу я или не хочу, еще не поняла. И все-таки я решила сделать себе квашеную капусточку. Что значит сделать квашеную капусточку, объясню. Это значит, я взяла квашеную капусточку, положила в эту пиалку. Дальше я нарезала туда лучок, дальше я посыпала туда обязательно сахарочек, перемешала все и полила постным маслом. Вот такой у меня то ли завтрак, то ли обед. Это сложный вопрос. Ну, в общем, девочки, приятного мне аппетита! И всем, кто сейчас завтракает, обедает, ужинает или просто перекусывает, всем приятного аппетита! А вот это, девочки, очень сложно сказать завтрак это или обед, потому что происходит это в 12 часов дня. Я сама не знаю, что это такое, но ела я в первый раз. И, как правило, так и бывает. Я первый раз есть начинаю где-то не раньше 12 обычно, иногда в 2 часа, иногда даже позже. Ну, вот как-то так получается. С утра я есть не хочу, но зато с утра я пью 2-3 чашки кофе с молоком. Мне кто-то из девочек спросили, какой кофе я предпочитаю, тот, на который скидки. У нас на львовский кофе часто скидки бывают, я его покупаю. Он идет, коробочка, пачечка идет в разных цветах, то в зеленом, то в фиолетовом, то в красном. Чем они отличаются, я не знаю, но я беру тот, на который скидка. И очень вкусно. Вот такие дорожки парковые я очень люблю. Над которыми светят фонари. Ну, пока еще не светят, потому что еще день. Но я очень люблю аллейки с такими вот мощеными дорожками и фонарями. Сосны скрипят. Знаете, а мне иногда кажется, что, если это правда, и мы живем по несколько жизней, что в одной из них я была, наверное, птицей. Потому что мне очень нравятся сосновые ветки и вообще ветки любых деревьев, когда на них есть листья. Но больше всего мне нравятся сосны. Именно зимние сосны. Заснеженные ветки сосен. Сейчас уже около четырех. Еще не темнеет. Но тучки и уже как-то не так ярко, не так светло. Но очень здорово. В таком забавном виде я иду. Я не люблю себя без челки. Но я ее убрала. Смотрите, друзья, кто-то заботливо оставил два орешка. Гостиниц для белочки, видимо. И насыпали овсяных хлопьев. Прям как я для своих голубей. Посмотрите, какие молодцы. Слышите, как каркают вороны. И посмотрите, какой красивый рыжий куст. Дубовый. Дубовые листочки. Я сфоткала в инстаграм. Выставлю. Вот есть тропиночка. Но я не хочу. Я хочу идти вот по этой аллейке. И уже вон там она поворачивает. И я по-прежнему буду идти под фонарями. Что мне очень и очень нравится. Вон как они активно летают, каркают. А я подобрала веточку сосновую. Вот такую красивую. И отнесу ее домой. Вот. Можно идти прямо. А можно повернуть направо. Здесь тоже фонари. Я поворачиваю направо. Потому что прямо это уже далеко и не нужно. Начался снежок. Такой крупными хлопьями. Не очень часто, но усиливается. Вы знаете, друзья. Когда мне было 20 лет, в тот год вышла пластинка Давида Тухманова по волнам моей памяти. Кто это помнит, ставьте лайк. И кому она нравилась, аналогично. Я периодически ее прослушиваю и окунаюсь в свою двадцатку. Почему бы и нет? Смотрите, как здорово. Фонари, фонари, дорожка, 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 дорожка. И фонари. И моя веточка. Какая красивая. Почему я уехала из Николаева? Потому что я больше не могла жить без этой красоты. Фонари. Смотрите. Смотрите. Какие красивые, чудесные сосны. Можно любоваться ими каждый день. И это не надоедает. А это фонарик. Видите, люди на лыжах ходят здесь. У нас такой возможности. Но если и выпадало, то очень редко. Поэтому я как-то у нас лыжников не наблюдала. Конькобежцы были. А вот лыжников как-то я не видела. А Сережа мой говорил, что он... Ну, говорит, что он таки хорошо на лыжах ходил, да? Бегал, ходил. Ну, в общем, был хорошим лыжником. Вот он что говорит. Он же родился и вырос в Белоруссии в городе Сморгонь. Вот так вот, девочки. Гуляю я вот по этой аллейке прелестной. А навстречу мне идет, ну, дама примерно моих лет. Ну, может, моложе, я не знаю. Ну, где-то так моего возраста. Вот. И я думаю, о, девчонка тоже одна гуляет. Вот так вот как-то не стареют душой ветераны. Ага. На этом буду с вами, мои дорогие, прощаться. До следующей встречи в следующем видео. Все. Всех люблю. Всем хорошего настроения. Приятного, приятного общения. И побольше хороших людей вокруг. Пока-пока. Пока-пока. Приятного аппетита. Сントил я, пока-пока. Продолжение следует...